САМАРСКАЯ ОБЛАСТИ Открыты первые в стране центры семья. Создан первый в стране банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. В регионе, впервые в России, был учрежден институт приемной семьи. В Самарской области сегодня 2500 приемных семей. В них воспитывается почти 4000 детей, оставшихся без попечения родителей. Вы представляете, сколько это детских домов? Если, допустим, даже 100 человек, это 5 детских домов. Если 60 человек, то вообще даже страшно сказать. И не случайно, что с тех пор, как стал работать вот этот институт приемной семьи, количество детей в детских домах уменьшилось. В 2014 году в Самарской области на воспитание в семье передано почти 2000 детей. За 5 месяцев 15-го уже 558. Доля семейного устройства детей в прошлом году составила 90,4%. Чтобы получить такие результаты, пришлось немало потрудиться. В тесном сотрудничестве с некоммерческими организациями и благотворительными фондами. Есть целый ряд ситуаций, которые невозможно решить в рамках действующего законодательства. Я не говорю о том, что не призываю нарушать закон. Но есть житейские ситуации, которые не вписываются они в законодательство по мирам соцподдержки. Не вписываются они в организации обучения. Могут не вписываться они в законодательство по нормативы какие-то, по медицинскому обеспечению. Но решать проблемы нужно, потому что это проблемы конкретных людей. В Самарской области растет количество профессиональных семей, воспитавших по 10-15 приемных детей. Все дети, оставшиеся без попечения родителей, получают поддержку государству. Только на выплату ежемесячного пособия воспитанникам семьях опекунов и попечителей в областном бюджете предусмотрено 742 миллиона рублей в год. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда моя семья со мной. В 2009 году в области было 12,5 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. В 2014-м уже на 2 тысячи меньше. И все-таки сиротские учреждения у нас не пустуют. У нас в банке данных сейчас находятся тысячи детей. Сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей. Из них 500 старше 14 лет. Вторая половина – это дети с инвалидными, с отклонениями. Среди этого контингента много детей, которые имеют братьев и сестер. То есть это те критерии, которые затрудняют передачу этих детей в замечающие семьи. В 2014 году все сиротские учреждения области перешли в ведение Министерства социально-демографической и семейной политики. Задачи службы множились. Наряду с решением вопросов семейного устройства детей в зоне особой заботы выпускники детских домов. Система воспитания сирот государством порождает иждивенческое мышление. Покинув стены интерната, они практически не способны адаптироваться в обществе. Одними из первых в Самаре занялись вопросами постинтернатного сопровождения. Ребят учат правилам общения, воспитания и даже этикета. Стал я более добрым и стал уравновешенным. Стал более относиться с добротой к детям. Доправо! На пост шагаем! Марш! Патриотизм – это одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками. Без этого невозможно воспитание гражданина страны. В особое направление в регионе выделены вопросы военно-патриотического воспитания воспитанников сиротских учреждений. Еще три года назад Министерство социально-демографической и семейной политики поддержало создание специальных спортивных программ и лагерей. Регулярно между воспитанниками детских домов и приютов области проводятся соревнования зарниц и сдачи норм ГТО. В этом направлении надежными партнерами стали ветераны ВДВ и морской пехоты. У нас только два варианта. Если мы своих детей не научим, особенно мальчиков, быть воинами, когда они вырастут, их никто не сможет защитить. В 2015 году Министерству социально-демографической и семейной политики предстоит провести реформирование детских домов. Ставится задача максимально приблизить условия пребывания ребенка в детском доме к семейным, не отгораживать детей от мира, вводить их в социум. И все-таки главное – сделать сиротские учреждения местами временного, а не постоянного пребывания. Основной задачей остается устройство детей в семье. Учитывая накопленный опыт, нет никаких сомнений, что задача самарским специалистам по плечу.